В селе Помозина Усть-Коломского района местный ТОС начал строить большую детскую площадку. Первый проект местных активистов получил грант 270 тысяч рублей от Минэкономразвития. Еще 230 тысяч выделил местный бюджет. Елена Кононова о районных активистах. Пока здесь только новенький забор, но скоро за ним появится целый городок для детей. С качелями и горками, а рядом поселятся герои комисказок. К великой стройке дружно подключились все сельчане. Кто-то краску несет, кто-то песок подвозит. Людмилу Камбалову, которая в Помозина с детьми отдыхают у родных, сюда привели сыновья Тимофей и Костя. У меня два сына. Одному 5 лет, второму 2 годика. Они вдвоем как начали ныть. Мама, тоже хотим красить, купи кисточку. Нет денег, сходите, может дадут. Далее они отбирают друг у друга кисточку, красили. На следующий день, правда, лень уже было, но все равно пришли. Детская площадка – первый проект местного территориального общественного совета. Сделать такой подарок сельской детворе активистам подсказали сами помоздинцы. Детская площадка нужна очень, потому что село у нас немаленькое, площадки нет. Дети бегают везде, по улицам. У нас Камазы, лесовозы, наверное, сами видели. Они примерно день и ночь ездят по основной улице. А детишки тоже так же бегают на велосипедах. И решили начать детские площадки. Нашлись и средства на строительство. Проект помоздинцы выиграл грант – 270 тысяч рублей в конкурсе Минэкономразвития Коми. Примерно столько же выделил и местный бюджет. На эти деньги уже купили оборудование для площадки. Часть уже привезли, остальное должно прибыть из Самары. Это качели разные, балансиры. Все это должно быть сертифицировано, безопасно для детей. Мы определили возрастной промежуток от 3 до 12 лет. Дети не выше веса 50 килограммов. Работы у активистов непочатые краи. По их словам, стройка может затянуться до следующего года. Зато сделать все обещает основательно. Елена Кононова, Анастасия Колесникова, телеканал Юрган, Усть-Куломский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова